Со второй половины августа в республике отмечается повышение количества зараженных лиц коронавирусной инфекцией. Чем это обусловлено? Имеется ли запас медикаментов? Как подготовлен медицинский кадровый резерв? Как быть, если коронавирус обнаружен в учебных заведениях? Подробности у Мурата Джанкёзова. Основная причина увеличения количества больных COVID-19 в республике связана с ослаблением ограничительных мер, из-за чего быстро увеличивается число социальных контактов. Свою лепту вносят отпускники, вернувшиеся из других регионов и зарубежья. По-прежнему в республике проводятся свадьбы и траурные обряды, зачастую без соблюдения мер противовирусной защиты. Если взять в разрезе районов и городов в республике, то наибольший рост у нас отмечается в Ногайском районе. Следующий – это Адыгехавльский район и город Черкесск. Но рост идёт у нас по всем, пусть в не таком большом количестве, но по всем районам у нас отмечается рост. С приходом осени вторая волна коронавируса совпадает с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Нагрузка на лечебные учреждения возрастёт, поэтому в республике основательно подготовились к выполнению обновлённых рекомендаций Минздрава России. В Министерстве здравоохранения сделана маршрутизация, логистика больных, кто куда должен поступать и с какими формами заболевания. Что касается лекарственного обеспечения на стационарном этапе, в стационарном звене, то оно идёт полностью за счёт госпиталей. Особую тревогу вызывают учебные заведения. На случай второй волны коронавируса прорабатываются разные варианты, но пока планируют содействовать, как при стандартном гриппе. А в случае превышения определённого порога, дитя отправят на дистанционное обучение. Там, где у нас несколько преподавателей заболевают, естественно, не попадают там ещё и количество какой-то контактных лиц. Естественно, мы их отстраняем от работы, потому что они могут быть источниками заражения. А без этих преподавателей просто в школе невозможно организовать учебный процесс, и, естественно, школа приостанавливается. Если это происходит в отдельном классе, и преподаватель ни с кем не контактировал с другими, или дети тоже самое не контактировали, то приостанавливается и работа, вернее, распускается только один класс. Мы решаем в каждом случае абсолютно индивидуально. Вирусы бесконечно разнообразны. Их более двухсот типов, и они способны мутировать и видоизменяться. Универсального лекарства нет. Поэтому реальные методы спасения заключаются в том, чтобы максимально обезопасить себя и не допустить микробов в организм. Что должен человек непосредственно сам сделать? Это оградить себя от инфицирования. Ничего нового нету, кроме того, что необходимо ношение масок. Специалисты говорят, что вирус будет циркулировать, пока не будет найдена эффективная вакцина. В России уже разработана и зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции. Минздрав Республики уже подал заявку на ее приобретение. Мурат Шинкюзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия.